приветствую всех у себя на канале сегодня у нас 5 апреля 2019 год решил я погонять клеща у пчелок хотел я короче бипином обрабатывать потом думаю поставлю полоски так как не пользовался раньше бипином но все-таки бипин перемог у нас в этом деле решил я обработать бипином у нас получается ампула на 10 доз 0,5 миллилитра смешивает с литром пищевой воды а вот подготовил в бутылке воду с литром воды и мелкими каплями поливает на пчел улочках по 5-7 миллилитров на улочку мы будем посемлить взяла такой шприц на 20 миллилитров чтоб дозировать и будем со шприца подливать буду набирать 21 кубик это на 3 улочки и подливать так ампулу я чтобы не вскрывать руками решил такую штуку сделать брошу три стальных подшипника шарика бутылку с ампулой там по калачу они разобьют ампулу и заодно и перемешают всю эту нашу смесь обрабатывать будем быстро того что на улице шатина всего лишь плюс 15 немного ветер холодных ну плюс 15 думаю думаю пчелам не повредит особо вот полоска такая белая ломать я не стану чтоб руки не порезать это вчера перекрывал крыши на улице отвертка его пальцы дырку сделал так бросая ампулу вот забросил бутылку ампулу ампулу бутылки и шариками туда это не побил при забросе не побив сейчас побью о завертел бутылку все ампула по ходу разбита то что пошло уже белая с пеной вот таки быстрый не хитрый способ забрасываем в литр воды ампулы 0 5 миллилитров и 3 шарика подшипника можно это дело хорошо перемешивается вода набирал я теплую набирал часа два назад и тогда прохладнее было немного ветер и сейчас ветер подувает поставил я в теплице эту бутылку она так теплая и осталась это дело наши сейчас наберем шприц мы распалив дымокур тут у меня стамеска лежит уже подготовить закрыть одной рукой начинаю я обработку с пчел бакфаста со старой маткой это еще у меня с весны а подкармливал банки поставались что раз этих начинаю хотя разницы нету тем летом я не успел обработать их толком а по осени уже ставим полоски то много клеща было осыпалась то уже ослабла семья к тому времени покуда я решил обработать что так получилось что не обработал летом получилось что стояла три надставки а тут решетка лежала и вот из-за этой решетки над ставок доступа гнездом затруднен и получилось что из-за этого затрудненного доступа не вовремя я уже обработав на и вовремя осень когда мед забрал я обработал но уже без полку было там лесным а так обсыпался но все равно ослаблены клещом были и раньше я не обрабатывал особо так весной в основном под осень но желательно пчел обрабатывать открыться а то в июле начинать то что уже позже получается что толку мало уже позже пчела вылези на зимние основная то если на скрестом возилась послаблены где живот летать видно ли 500 на улице 15 днем ночью заморозки все но все равно он работает так что думаю можно обработать покуда взяток не пошел такой товарный их состав хороший взяток на развитие много сильно пыльцы нектар я уже подумываю даже вот после обработки сегодня всех обработаю 11 семей перезимовала после этой обработки я потом им машину поставлю позже набираем дело это шприц на 20 миллилитров плотно заходит бутылку минералки дарыда и где удобно набирать вверх дном переворачиваясь и сейчас я поставлю нашу камеру фотоаппарат так вот запихиваем плотно шприц горлышко залазить бутылку и затягиваем жидкости это плохо плохо вытаскивается лапан шприца что обжал этот горлышко его малость ну вот так что зато не пролилась не так набрал я 21 миллилитр остальные покуда заверну все будем сейчас открывать пчелах наши на улице конечно вечерок прохладный я думаю может потеплее после обеда но все равно холодно буду обрабатывать холодно не холодно обработать пчел надо пошел уже он нектар полностью носят так уже беспокоиться за то что двух там голоду пропадут не надо уже даже и напечатали он не знаю старый или это свежий скорее всего что свежий наверное напечатали то что а а может старый семья получилась что за это нектара свежего много семья ослабла у меня в помаду из-за клеща не вовремя я пошел обрабатывать и слабо из-за клеща семья и на осень она пошла у меня на 9 рамках на зиму вернее бляха рамка сдвинулась пошла на 9 рамках но так до рамках сдвигаться в бок потому что внутрь важная доктор с и слабленно на зиму пошла не знаю сколько там было слабоватая а поменьше вышла ну что шел то хватая уже немного развились что-то рамка двигаться ну послабже будет наверное уже за весну немного свежего расплода пустили пшел открывай сразу полностью тела пшела нектар есть продавлю немного развились они то что я открывал в отверстия топор кормочные дел зимой то сидели в передней стенке клуб и небольшие таки слабоватые были но все равно вот пошло тепло нектар уже можно сказать больше месяца они развиваются пулии усиленно темпом уже семья сильненько так что беспокоиться особо не будет получается у нас вот метка 18 год посюда это крайние рамки на крайних там шум не знаю лишь него наверное все таки открыли полностью они тут ай ладно не буду полностью открывать так пчелки заволновались они но и ну воск пошел уже выделяться можно принципе через недельку уже его сыну ставить если не раньше это вот сдвинулась рамка когда это лучше что накидать на сжигая единицы но я больше не люблю это он анастолий кируем то здесь у нас и за и рамками приправи, в шуме и полы, вот 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 это в шуме и не и клюка из выделенных аптолет с Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, ну я его не отметил там, посмотрим, никогда не этим не обрабатывал так, капельками, капельками, ай, бляха, на рамку попал у него в нашу. Ну вот. В польщик центра 7 выплесков. Дальше получается у нас 1 мл, 2, 3, 4, 5, 6, 7, это 15. Так, выплескаем. Бляха, бляха, немного. Надо четко улочки, а то у меня получается мимо много. Раз, два, четырнадцать и семь, пять, шесть, двадцать один. Круто, немного не то посчитал. Бляха, пятерка, это же на пяти. Часа выплесков, один, два, три. Так, два, три, четыре, пять. Шесть, семь мл. Пять, шесть, семь. Раз. Дальше. Бляха, немного не так я тут посчитал, короче. 1 2 3 4 5 6 7 на 2 я выпрызгал сейчас еще тогда 7 на 2 спустим выпрызгаем еще сюда получилось у нас выпрызгиваем сюда еще до на 2 разделю 7 это по три с половиной 1 2 3 выпрыскал так на эту удочку еще просто я себя по семерке набирал так тогда бы удобнее было ну вот и осталось 7 еще у меня шприцы это двух мне так поставил деление деление по 2 миллилитра взяла но по миллилитру и вот а сейчас выпрызгал 7 миллилитров выпрызгал третью улочку еще нам надо 1 2 3 4 5 еще 7 улочек 1 1 это первый раз облабатываю 1 улит так что немного с заморожками так опять 21 миллилитр набрали 3 улочки обработанные получатся 1 2 3 дальше идем 21 на 2 3 4 5 6 7 это получается до 14 сюда дойти надо так все 14 на шприце сейчас до 7 доходим получается туда-сюда прохожу и обратно каплю вот всем выпрызгал я теперь еще эта улочка повылазили пчелы нектар загрызает так работая получается 1 2 3 4 5 6 еще раз 2 3 4 улочки на ту сторону наверно не пойду крой с этой стороны вот там уже закрывать надо на остальных улях я съемку вести не буду того что неудобно снимать и пырскать то охлаждаться неудобно только так наберу третий шприц 21 миллилитр набрал я третий шприц 21 миллилитр эту мы раз два три попырскали раз два три попырскали пырскали на а вот раз два два три пырскали на пырскали на пырскали на пырске а уже ниже опускаю шприц чтобы это что наверх я пускала она напомню бипидом ай блях она рамку попал никогда так не и обрабатывал я бипидом в основном обрабатка обработка была полосками раньше хорошие были бы и воров болгарские что ли это крайняя улочка уже мы еще центрами за лучше добавлю остальное осталось 3 миллилитра сюда воде основной книг уже знаю что она не нравится им хорошие это дело все семейку эту бахваста обработал все что поверх рамок упал и опоздувал смолами не может так все будем закрывать эту семейка обработал клуб сидел у нас больше к правой стороне сейчас гонит соком закрыть все хорошо клубу нас был сюда сидел к южной стороне к восточной восточной сюда меньше ничего он видно расплод уже углы расплода немало до верхней планки так что надо быстро закрыть этого застужу тут 15 градусов всего а здесь вот трудовые расплод думать как уже стали в этом году посмотрим может что даже менят придет еще закрываем так я надолго это дело растянул больше я помню снимать не буду сегодня уже это дело потому что гнездо долго охлаждается а так я от уже выносить пришел и обратно давить не люблю пчелок того и дымом а гоняй залезайте тут останетесь на воски налипши не придавлены воска по налепливали все гнездо у нас закрытое последний потолок на буду двумя руками запихивать затем заканчивать напомню это был мой первый раз на всю историю моего пчеловодства за 20 лет первые раза бипином обрабатываю все время полоской пользуюсь что делал посыпку багунник там полы и лица сосны сушеные мелко-мелко на кофемолку или на мельницу самодельно все мелишь потом туда немного крахмала и этой штукой при осмотрах посыпаешь и лишь хорошо обсыпается а так запах он активный начиная шевелиться и забивается его присоски на лапках он падает все выносит все осталось мне обработать 10 семей так что я тормозить не буду но скоро створ остывая и вечер движется думаю уже сегодня все равно не потеплее у нас с 14 27 так что сейчас по-быстрому открываем остальные семьи под ради обрабатывать здесь стояла мне семья вот это синим ульем сильно эту семья стояла тут на колесе ну поставила на место это желтого улья он тут стоял да пропали пчелки я его переставил сюда даже и не сбивали сам сюда и летели так немного немного по в диагонали ладно буду обрабатывать дальше еще хозяйство это свое ай пчелки лечатся клеща все струшились нам дальше работать видно вот немного ночью холодно выносить расплод да это расплод даже от креста погибший крылышки свернуты его короче осенью я полосками обработал эту семью ну клеща много осталось раз по весне от клеща вот выбрасывает на получается у крылья позавернуты это креста много сильного пчел так что лучше наверное летом ставить в июле еще так полоски то что не поставишь в июле сентябре это уже не обработка когда пчелы полностью клеща все и выведенные с паразитами когда пчела выведена с крестом это уже вредно сильно получается как бы ослабленная выведенная пчела это не пчела так что буду стараться обрабатывать но в этом году сделаю эту посыпку я цыглы сосновой туда полы не богульника и буду летом посыпать просмотрах чтоб уже наверняка когда посыпаешь и другие болезни там уничтожаются многие так как полы не это фитонциды там сильные и будет другое дело ладно но это потом покуда будем заканчивать кому было интересно послушать посмотреть ставьте лайки всем удачи хорошего вам зимовки выхода зимы всем удачи до свидания